всем привет сегодня я хочу вам рассказать о птицах юго-восточной азии и сразу же я хочу развенчать один миф который очень давно бродит в птичьих кругах что китайских соловьев что бишь имели нельзя содержать стоит как оказалось это совершенно не так это действительно всего лишь миф ну вот откуда он породился я честно говоря не знаю но собственно говоря с китайских соловьев я держу уже очень давно и в то время когда я захотел заниматься мне было интересное разведение я хотел попытаться развести результаты я до сих пор положительного не достигнув максимум что мне удалось это они пошли на кладку смесли яйца но птицов так и не высели но потом я уже понял почему далее я вам расскажу причину как мне кажется из-за чего начитавшись наших дурацких форумов умных людей которые запугивали что китайских соловьев нельзя содержать стаи естественно когда я получил этих птиц я разделил их по парам в каждую клетку посадил вот они у меня сидели мы сидели нормально кто-то пел что-то не пел размножаться естественно размножались и один раз так получилось что я чистил клетки на столе поставил две клеточки рядышком с китайскими соловьями они естественно друг другу увидели и стали кинуться кормить друг друга причем это делали и самцы и самки я удивился то есть такое поведение присуще вообще стайным птицам вот почему так произошло не знаю но я решил решился отважиться на эксперимент наблюдая все это посадил две пары в одну большую клетку и что я увидел я увидел великолепное взаимодействие этих птиц птицы друг другу кормили чистили перышки когда ложились спать они как гирлянда как аполлоновки синицы спали прижавшись друг другом вычищали друг друга заботились друг о друге тогда я уже понял что что-то тут не так в этих рассказах о агрессивности этих птиц я подсадил третью пару и взаимодействие стало еще лучше то есть птицы были как единое целое скажем как единый организм тем самым я понял что это всего лишь миф об их агрессивности но я правда боялся я думал что по весне произойдет когда они заярят птицы что все-таки драка произойдет я наблюдал но ничего подобного не произошло и вот уже они живут у меня шестой год никакой агрессии гнездилися в этой же клетке правда как я уже говорил результаты я не достиг вот были только яйца птенцов они не высадили стимулировать стимулировать разведение надо так по весне побольше ломать веток зеленых с листьями осиновых березовых еловых сосновых как можно больше веток вокруг гнезда делать такие укрытия это сразу же дает стимул к размножению но самая ошибка как мать как я понял им нужна повышенная температура и ультрафиолет вот это вот я не учел это тропические птицы и все-таки почему получается разведение только в южных странах в основном во франции в испании потому что достаточно много солнца у нас проблемы с ультрафиолетом поэтому помимо того что день становится длиннее все-таки необходимо еще не добавлять ультрафиолет если есть возможность это открывать окна и чтобы естественное солнце попадало если нет возможно это лампы ультрафиолетовые лампы либо специальные для птиц либо там подешевле для речки не подойдут двоечка вот и температурный режим это обязательно об этом никто никогда не говорит и я уж понял в чем тут дело вот видите лампу у меня стоит 60 ватт обычная лампочка леча ее вкручиваешь стих не оторвать они поочередно греются крылышки расправляют и сидят возле этой лампы все таки это и таиланд это и вьетнам а климат там сами понимаете какой-то тропики вот и чтобы там вам не говорили чтобы там во мне не рассказывали а я столько уже баек наслышался что их и в уличных вольерах зимой зимуют и что их там держат чуть ли не при минус 30 градусов такая хрень где покажите задокументировано официально вот что птица но как бы фашисты тоже пытали людей в минус 35 обливали холодной водой и некоторые люди выживали приходилось потом расстреливать их добивать вот также и птицы конечно многие может быть и выживали хотя я в этом глубоко сомневаюсь потому что помещение в котором у меня содержатся птицы я изначально я не помещал сюда птиц а потом обустраивал все а наоборот я изначально обустроил помещение для птиц а потом уже поместил сюда птиц и получилось так что я все до мельчайших деталей предусмотрел и температура самые морозы когда на улице минус 35 допустим да у меня никогда не опускается в помещении плюс 20 градусов то есть у меня всегда плюс 20 градусов это минимальная температура а так естественно 20 там 4 25 ну обычная комнатная температура вот и я заметил что если температура стремится 20 градусов то птицам как бы становится очень хреновенько они начинаются подхохливаться они сбиваются в стайке начинают греться это все было до того как я поставил лампу обогрева вот извините меня какие нахрен минусовые температуры если им плюс 20 уже хреново вот и поэтому я понял свою ошибку при разведении нужно обязательно даже если это весна и жара обязательно должна быть нагревательная лампа второй раз как когда этим летом и прошлым летом было очень жарко это вы все прекрасно помните просто неимоверная какая-то жара это я тоже предусмотрел у меня стоит кондиционер тут я выравниваю температуру ну это для других птиц потому что тут-то у меня как бы сборная солянка со всех стран но для птиц юго-восточной азии для тропических птиц плюс 30 плюс 32 плюс 35 это вообще не предел потому что при ужасной жаре было плюс я скажу плюс 35 было они грелись под лампой 60 ватт и балдели с этого когда других птиц я был вынужден охлаждать кондиционером вот себе и представьте то есть для них очень важно важен температурный режим и только-только тогда они пойдут у вас на размножение и то что там рассказывают вот стимулятор вода должна быть ручеек но я не спорю вода конечно это важный фактор когда вода здесь конечно тяжело разместить какой-то там фонтанчик потому что они просто засрут если большой вольер будет это было бы неплохо разместить фонтанчик как стимулятор да но фактор не в этом фактор в температурном режиме и в озеленении обязательно озеленяйте ветками при том когда соберетесь разводить этих птиц потому что как вот на моей памяти единственный возможный случай разведения этих птиц был в Астрахани там есть один человек не хочу о нем говорить об этом человеке но факт есть факт да ему удалось развести правда плохую вещь сделал сказал что никому не скажет как он этого добился ну дескать ну это понятно почему он никому не скажет потому что его цель ну барыга ему продать надо он боится конкуренции вот а мне интересен сам факт что чем больше людей добьются например положительного результата мне например приятно а кому-то неприятно кто-то вот боится что его денежки ему создадут люди конкуренцию ну вот и к сожалению к сожалению такие люди ну вот портят наше общество перечеркивают всю культуру содержания птиц скажем так вот и значит почему ему удалось удалось добиться успеха потому что повышенная температура юг повышенная температура и ультрафиолет вот и плюс он ветки еще клал на вольеры и поэтому вот у него все эти факторы сложились в одно и как бы он не пытался скрыть секреты своего успеха я это понял на собственной на собственного опыте на практике и поэтому мне скрывать нечего и я делюсь своим опытом с вами и хочу чтобы у кого-то хотя бы получился результат чтобы вы достигли успеха потому что наше увлечение должно развиваться и ребята и люди ну должны набираться опыта что это такое что никому не добился успеха никому не скажу куда ты на тот свет что ли унесешь с собой эти секреты ну глупо как-то вот поэтому вот здесь вот еще малобарский скворец я как бы опасался недавно мне его друг подарил опасался сюда думаю ну не совсем он подходит к темелием прекрасно ужился и чистит перышки с китайскими соловьями ну вот правда они в дуплах же скворцы дуплогнезники я думаю что дупло ставить не стоит он у меня один здесь самец если поставлю дупло то конечно тогда возможно будет территориальное деление вот но поскольку у меня всего одна осыпь ну я решил что пускай живет и прекрасно они ужились и вот самый такой эксперимент это бюль-бюль бюль-бюль и конечно это вообще про них надо отдельный рассказ сделать это просто терминаторы среди птиц и вообще я бы наверное бы их скорее бы отнес к сорокопутам не знаю почему там орнитологам конечно беднее но поведение полностью сорокопутовая сушь настолько агрессивные птицы и вот это вот осыпь у меня значит история какая была тоже я хотел развести бюль-бюлей искал пару ну и один товарищ скажем так предложил мне пару бюль-бюлей за большие деньги я их приобрел ну как оказалось что это ни хера не пара это были два самца хотя он меня уверял там бил пяткой в грудь что он их разводил естественно ни документов ничего ну ни съемки не предоставил как он их там разводил добрал короче говоря ну и как оказалось естественно ему надо было просто продать потому что были два самца и не между собой драли ну вот и началась бойня у меня в клетке я их рассадил один самец сейчас я вам его кстати покажу вот этот терминатор сидит у меня отдельно в такой большой-большой клетке там пролетка такая полтора лета вот а второго самца который более мирный я вот соединил как раз с этими птицами прекрасно живут тоже такая казалось а первое время я опасался пару лет наблюдал идеально все норму а вот но учтите бюль-бюль за ними надо наблюдать это такая птица что вот касаемо например вот этого у меня мы ездили в отпуск и девочка которая помогает на комиссии она забыл закрыть за ним дверцу он у меня вылетел залез клетка в клетку к сирощокой темелии а сирощокой темелия это для тех кто знает птица размером такого с мелкого ну с горлицу реально с горлицу это крупная птица он ее разорвал просто разорвал можете себе представить насколько это будет терьер в мире птиц ну вот хотя темели это тоже укусить может быть здорово сей пальцем даешь она кожу реально пробивает мощный сильный клюв и вот это вот маленькое говно ее просто разорвало ну вот поэтому он у меня сидит отдельно от всех вот этот миролюбивый бюль-бюль сидит вместе со всеми хотя это тоже самец два самца так что вот вот если вам попадется бюль-бюль учтите с ними надо быть крайне осторожны и надо смотреть не каждый бюль-бюль может подойти для вашей коллекции но хотя они очень редки вообще вряд ли он попадет мало ли попадется то есть имейте ввиду что такая птица с которой надо проявлять осторожность вот все что в принципе хотел вам сказать успехов вам всего доброго с вами был Виталий Симуткин